Просто влог закончили в такси. И начинаем такси. Ну что, пойдем бездельник? Да, мы не прожигаем на самом деле жизнь. Мы просто наслаждаемся ею. И еще что хотел сказать. Вы просили меня поснимать ну как-нибудь влог на айфон. Я сегодня начал это делать, а потом подумал, что не хочу. Во-первых, хочу сказать, если кто-то вдруг позвонит мне, съемка прекратится. Второе, у меня нет палки-снималки для айфона и в руках мне это все тягать вообще неудобно. И в-третьих, не знаю, что в-третьих еще. Вот что я хотел сказать. То, что там оперативно не получится снимать. То есть, здесь я кнопку нажал, запись пошла. Там надо вот это, открыть шторку, нажать кнопку. Да, там есть вот эти жесты и прочие штуки, но они иногда срабатывают через раз, поэтому полагаться на это не стоит. А вообще мы приехали снова к Жемчужке. Сегодня также прекрасная погода. Светит солнце. Температура 16 градусов. Да, на витрина что-то началась. Почему? Мы там у себя ходили, было все прекрасно. Здесь к морю. Но вчера вечером нормально было. Сейчас что-то сифонит. Да я думаю, может мне влог снять на айфон, а? Просто ради интереса. Единственное, меня бесит, блин, то, что я не могу сейчас перевернуть и свое, так сказать, лицо показывать. Чи! Будь здорова. На тебя аллергия, спасибо. Да это у меня на тебя аллергия. Да я ни разу при ней ничего не могу. Ну, потому что у тебя все время что-то в нос лезет, 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 лезет. А у меня все хорошо. Смотрите, вот куртка Заровская. Вот куртка, откуда она, еще раз? Тиранова. Тиранова. Три с половиной тысячи рублей. А сейчас вот эта стоит 14. Я покупала за 5 щенка, около 6, наверное. А сейчас она стоит 14. Ну, тут есть проблема. Вот так вот все это выглядит через два месяца носки. Мне она так дровится. Это, как называется, винтаж или как называется, старая, типа, ну, нормально. Винтаж, винтаж. Ну, ты можешь так говорить, оправдывать то, что у тебя дырки там везде. Все, мне она нравится больше. Буду ходить дырявыми рукавами. Ну, мне единственное, на айфоне не нравится. Я вот не могу сейчас резко, знаешь, сжать и начать тебя снимать. То есть, либо так останавливать и переключаться. Вот в этом плане в Самсунге все гораздо лучше. Но нравится мне здесь стабилизация и, в принципе, свет. Ну, то есть, реально классно. Чего ты срачных снимаешь? Ну, то есть, вот так мне приходится. И одно неловкое движение, и все, пипец. Катюш, так пойдешь? Ну, тебе же сказал в кожаных. Ну, да. Хорошо же, тебе нравится себя в кожаных над байком купить. Я тебе говорила, я хочу себе мот светить. Какой тебе моцик, Катюш? Ты научись сначала на машине, а потом ишь моцик. Я умею. Я в 13 лет на моцике ездила. И что ты тут? И что? Ездить и уметь? Умело. Не умею. Вчера здесь с гранатом было, сколько с гранатом сделали. Сегодня апельсины. Скажи, как в Готаре ходит. Нет, как мне это делать? А, ну, меня. Из машины, чувак, как ударов? Четвертый. Способ, федеризация вышла из чата. Потому что по кабелям идем. Как думаешь, нас видели? Да, конечно. Да, конечно. Короче, у меня от ветра уши болят. Мы просто купили вату и заткнули мне уши, чтобы сюда ветер не нападал. Что скажешь? Классно? Ты такое лицо довольное. Ты такое лицо довольное. Ты просто от солнца полчасовое не делаешь. Там, выкидает камни. Ну, просили же побольше моря. моря. Пожалуйста. Моря. О, ну ты все делаешь. Ну, это больно. Ты знаешь, да? Это реально больно. Ну, перестань. Больно это огромно. Я ж малененький. Все равно больно. Перестань. Я между ног. О, больно. Я между ног. видишь, что такое? Ты попадаешь. Иногда мимо. Иногда? Спасибо. Ну, больно. ты спала. Ах! Пусть не теряли. Насходим. Очки надо было взять из машины. У тебя тоже есть. Мы тебе купили, а ты что-то не пользуешься мне не терять. Я забежала. У тебя есть? У тебя есть! У тебя есть! У тебя есть! снимать ножка вот я возможно смонтирует и вставил просто полчаса наши кадры с моря как-то камушки кидал но это неинтересно люди но они же хотели на море посмотреть отдельный свой канал за воде бери эту камеру и снимай море там тем более у тебя объектив есть такой можно приблизить маяки второй день подряд гуляем гуляем короче объясни пожалуйста про говно не знаю как рассказывать про какашки да чур в общем вчера здесь гуляли до прошлом влоге нет еще сегодня выйдет там были вот эти вот прекраснейшие как ульки короче никто их не убирает мне второй день здесь лежат объясняю что конечно я не знаю чем говорить про какашки максимально тупо мне сейчас засрутся в комментариях надо было тебе рассказывать я забыл носки москве взял только две пары поэтому пришлось сушить исключительно феном но они все какие-то влажные резинка мокрая надо еще засушить снимают видосик уже на следующий день погодка испортилась льет дождь вот такое у нас все утро ну и вы про квартиру все просили рассказать показать сразу прошу прощения у нас тут тортики беспорядок потому что завтра мы уже поедем в брянск поэтому у нас тут сушатся вещи вот так все выглядит место немного то есть это небольшая квартира однокомнатная или студия как правильно назвать студия то есть место тут немного в принципе видите холодильник стол стулья сушилка да тут жила катя сейчас мы просто снимаем и периодически сюда приезжаем кровать ну сами все видите шкаф купе мусор собрали но опять же предупреждаю что завтра едем в брянск поэтому немножко хаоса бедла сейчас собираемся поедем уже сторону поляны нет сначала мы пойдем поедем столовку а потом уже на поляну на машину прыгнем потому что вот так вот сейчас ходить бродить не очень классно так ну и про квартиру стоил сколько она стоила изначально двадцатку но никогда не было повышения нет всегда на садка причем не хозяйка сказала то что и зимой или этом одинаковая цена здесь летом за двадцатку найти такую студию недалеко в принципе от моря тут ехать 10 наверно до центра если пробок нет короче обычно летом поднимается цена прям уже сильно поднимается там 30 35 тыс стоит там сама маленькие квартиры вот она не будет поднимать вот поэтому вот сами смотрите маленькая но уют ну газовый нагреватель воды газовый нагреватель стоит из-за этого коммуналка обычно сочи сколько три-четыре тысячи стоят может я даже бывают а здесь на полторы тысячи я вот желанно у меня больше чем полторы на 1700 самое большое было это когда прям сильно пользовалась водой не это очень мало очень мало я в медведково плачу по пять с половиной шесть тысяч рублей здесь прям супер чей ну и так знаете на летнее время хоть она и небольшая с ром удобно приезжаешь живешь тут принципе все есть и там я вам покажу потом стиралка ванна газовая плита раковина ну и телек даже есть тут мы никогда не включали камера наружного наблюдения я вроде тебя их даже менял ну давай ты пока включай а я покажу просто вот очень кратенько и быстренько то что здесь есть еще вот туалет стиралка ванная полноценная поэтому тут в принципе удобно да и тем более 1 катя изначально здесь вообще по кайфу а тут видно моя машина интересно машина твоя где нас не она чуть дальше она вот вот там чуть наверху не не видно да это вот углу подъезд это не здесь не 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 если это стало куда-то сюда то было бы видно но я сюда не могу поставить потому что это жильцов поэтому я так немножко сбоку чтобы никому не мешать вот поэтому такая вот квартирка тут все есть все удобно стоит недорого снимаем и опять же повторяю что периодически приезжаем прям классно кровать тут полноценная двуспальная поэтому нам но сюда еще матрасик подстелили которые у нас в тачке помягче стало поэтому все классно что давай собирайся ну здесь до мелодии я сам ну хочу сказать 9 минут ехать на машине поэтому вообще фигня в принципе классно ну или помните я вам по моему в пред предыдущем блоге пакет вернее не я кать показывал вот это то что в такси был это мы леночки купили двоюродная сестра всякие ништяки и маме ништяки купили это маме с будущей тещи мы это ленте короче чего давай в общих чертах скажем немножко косметики набрали это тоже кстати маме она любит варенье сладости и косметика косметика такая более она не детская мы брали где золотом яблоки взрослая очень быстро показываешь хоть расскажи что это это тени не я могу даже открыть мне не надо не надо не надо блеск блестками и две подводки и здесь прикольно и открыть не смогу но с одной стороны обычная подводка с другой стороны штампики там звездочки сердечки зубная паста вкусные детки кстати мне стоматологи всегда рекомендовали мой стоматолог рекомендовал именно rocks потому что там есть ксилитол какая-то штука которая защищает гель для души странно для ребенка но он очень вкусно парк мы решили просто насобирать тут всякого разного расчесочки резиночки конфеточки это я уже не помню что это а бальзам для губ вижу вот все такое видите яркая роза и оранжевая нутеллка поэтому привезем и подарим да я просто сначала думала типа сходить разложили плохо было лучше но и заново все сделаем все таки она уже не совсем маленькая повзрослее она тик токи свои снимает и я подумала что игрушки да зато накрасятся как зубы начистит и давайте токи снимает держите меня семеро вот этот пакет заберем с собой не забыть его ну все в принципе все рассказали показали и игрушки подарили я не знаю что дарить кроме кукол 9 лет чем это ну кукол ей будет не интересно максимум это наборки слаймов вот это было прикольно блин да мне прикольно себе набор слаймов подарили этот раз на обед мы поехали на своей машине но как мы не делать потому что здесь парковка стоит час 500 рублей бесплатно только 20 минут мы можем успеть но для этого нам надо есть со скоростью света ну да так тоже не хочется ну на ошибках учиться дороговато конечно даже по московским меркам сегодня у нас оливье шка есть не хочешь да и не видел я боюсь все равно если я выберу сейчас еще рисовать себе то первое второе что это такое салат я так и не поняла надеюсь что вкусно как он меня любит первый раз вижу такую подачу я подожди вот так прошу вас нюхнуть ой боже мой это руки помоем а ты вилки сколько прошло время ты стекал ну уже очень быстро возможно до свидания до свидания сейчас 1518 я не помню во сколько я выложила пост кстати может быть то что 1459 пост выложился мы еще не заехали сюда возможно настал испарь так это настоящий детектив и за одной минуты мы можем сэкономить 500 рублей надо успеть так даже интересно стало надеюсь все будет хорошо мне кажется мы не успели типа минута времени вообще ну-ка давай проверяйте оплатите стоянку класс но я в меньшей степени расстроенности потому что почему-то на столбе написано оплата 500 рублей в час а я сейчас заплатил 150 это норм это классно не то что норм это здорово только 500 как-то многовато все выпускаем нас ну ладно 150 ничего знаешь что хочу сказать что скажу секунду одна девочка девушка девушка да это девушка написала мне в комментарии вы до какого числа в сочи предлагаю видеться если есть желание или пригоняйте в гости я в дагомысе живу как раз посмотрите окрестности и я весь понятие где дагомыс просто тебе говорю я знаю где дагомыс да ну в гости мы уже не приедем потому что сегодня у нас свои дела да и завтра мы уже сваливаем извините и нам причем да надо будет утром сваливать ехать нам по навигатору 20 часов по-моему до брянска мы выехали на серпантин у нас сейчас вот где-то слева внизу будет роза хутор и мы поднимаемся и собственно куда мы едем я даже не знаю как правильное место называется обрати внимание тут подвесили такие открытые кабинки уже видишь когда с тобой гоняли их не было ну видишь оранжевики вот ну на подъеме как он виктория называется до 1500 с чем-то метров не знаю что есть там снег или нет вообще в целом ребята мы попали в какую-то осень сейчас вот дождя как такового нет ну вот пять минут назад лил как из ведра это было вот в той части нам при все в тучах здесь они тоже есть конечно вы меньшей степени так можно дворники вырубить да снежок он виднеется да да на площадке посмотрим а я просто не знаю как она правильно называется поэтому не говорю но мы сейчас доедем да все увидите я там уже был но хочется на горы посмотреть но возможно ни хрена не увидим если там будет примерно то же самое что и вот сейчас вы окна наблюдаете такой низкооблачность похоже на туман а снежок это хорошо это очень хорошо кармане второе желание я надеялась ну катюш не надо спорить раз лишний раз дать к сам уверенная было мы ехали все в дожди 11 градусов да какой снег вот так вот смотри вот здесь уже он есть мы с тобой спорили еще насчет этого насчет то что цена бургер кинге на бургер кинг на вокзале на аэропорта в аэропорту и просто в городе они разные цены а я говорю что одинаковые потому что это сетевая фигня а катя говорит не идут мы еще насчет этого потому что я помню точно то что раньше они были там можно за 70 рублей за 50 рублей можно было бургер взять я приехала тогда в аэропорт захотела поесть то же самое и я смотрю там бургеры по 150 рублей как минимум может быть там просто тех которые ты брала такие же не точно такие же я это прям сравнила и это заметила не знаю как сейчас то что цены везде в принципе выросли но я думаю если они выросли в городе этого аэропорта они еще вырастут и все равно разница но мы проверим в районе горной деревни сами видите чё сейчас даже окошко откроем и чуть запотели вот такая видимость ну вернее ее отсутствие сейчас мы дальше вот поедем по туннелю посмотрим сейчас выйдем есть вообще там просвет какой-нибудь но снег есть поэтому катюш ты уже все поняла такая туманность здесь нафиг закрывая окно вообще ничего не слышно иначе ну особо ничем и не увидим смотри тут тоже туман но облачность сайлент хилл блин кто такая погодка ребята сегодня у нас какой апреля восьмое если не ошибаюсь да похоже можно будет под кадрик снять я буду стоять где-то далеко от имени снимешь не пойдешь тогда я один пойду блин дождик идет вот собственно площадка это тупик альпийского шоссе погружу вас восемь ну такую снежком ой сколько мусора любители природы блин вот здесь очень классный вид должен быть но его нет чё такая довольная видел как за страну все офигеть сейчас бы вот это все вот так вот почистить я тучи разведу руками ну все равно красиво нет волшебно сейчас бы было солнце у тебя на лице другое настроение было и сразу засыпаешь давай побегаем а чё там это пойдем на реку посмотрим хочешь за таблеткой сейчас заедем куда-нибудь в аптечку ой смотри какой водопад все тает ну дождь такой нормальный вон уже я вижу на камере капельки зато тачка почище будто бы стала но она когда высохнет все равно проявится грязь все все катя все надоед устала от этих блогерских штучек да холодно сейчас все заляпает чё приперлись ну ладно хотя бы посмотрели дома тоже неохота сидеть в дождливую погоду так немножко поболтали катя закрыла зачем-то машину при этом она не соображает что ключик то у меня она все равно откроется хочешь ты или нет когда в кармане ключ тачку невозможно изнутри закрыть ой потянемся и все у меня уже глава начинает мокнуть чё балуешься ты слышал чё я говорил да ключ у тебя но сейчас я закрою будешь тут стоять на площадке в такси вызывать ждать 40 минут дождем то есть детей рожать мне не надо а чё это как сказывается холодно отморожен себе все штука может думаешь ну плюсовая же здесь плюс 7 в сочи 13 ну уже может меньше поехали в тепло то же самое будет только на несколько градусов больше дождя не будет скорее всего не факт он может начаться ну ладно не всегда все успешно чё ты падай не буду я падать я не собираюсь а? стоять нормально у меня все хорошо с балансом роза переживает ну это еще одна площадочка она практически рядом с розой хуторой хуторой хутором, блин фу мне тут еще вертолетную но я никогда не видел правда здесь чтоб кто-нибудь садился или взлетал но она есть жалко не повезло немножко так это хотелось вам горы показать белоснежные но 5 минут проходит чуть-чуть видно потом снова все видите вот так вот застилает и все решили по пути заехать на авиационную улицу здесь собственно аэропорт города Сочи интересный факт он недавно приобрел статус международного и теперь отсюда летают до Стамбула в Каир ну вероятно еще какие-то рейсы скоро запустят а сейчас мы стоим и ждем когда взлетит самолет по-моему он выкатился ну через экшн конечно тяжело смотреть вот там видишь на горизонте фарки да горят вот это самолетные при взлете всегда их включают даже если светло ну и погодка немножко получше стало хотя бы сейчас ну такой намек на солнышко градусов и 14 это очень неплохо чувствуешь да здесь в принципе приемлемо стоять потому что там на поляне 7 градусов было холодновато мы сейчас дождемся взлет надеюсь что дождемся зачем я же так она сжимает мне живот я сейчас пукну если ты будешь так делать очень много и поедем уже в перекресток Катя захотела шоколадки она пост писала ей очень понравились это Нелена Монасир с кокосом да? да ну давайте вот сюда ее просуну главное не уронить потому что мне ее никто не подаст ну вот смотрите у меня рука тоненькая я бы забрала бы а вот не знаю может повыше как-то вот так вот настолько влезает? не тут просто колючка ну тут забор не под напряжением надеюсь не вроде нет не знаю что это такое за провод смотри почему никто никуда не летит? а вон вон он летит все он запустил двигатели сейчас вот он здесь взлетит не знаю правда где получше будет телефон врубай давай быстрее он знаешь как быстро сейчас на самом деле вон слышите уже? вот он ну у них изменился кстати вот этот круг набора высоты они раньше над морем летели дальше Краснодар Ростовская область ну из-за известных событий он сейчас делает вот так вот круг и полетит над Кавказскими горами вот там ну что у тебя получилось? классно? все все можно ехать за шоколадкой го! стояли мы минут 12 ждали по расписанию он должен был улететь 45 минут а сейчас у нас и в 50 а сейчас в 601 вот только один самолет залетел ну там я вижу он еще один готовится ну уже неохота стоять ее ждать мне прям чуточку хочется заснять вам вот этой красоты вылезло солнышко свет такой приятный я прям радуюсь не знаю видно или нет там над морем полоса от солнышка красота ну и впереди вот тоже такой мягкий классный свет сходили в перекресток на улице учительская шесть вот ассистент Екатерина подсказала не нашли мы шоколадки Елена Моносев поэтому Катя будет немножко страдать я сейчас читаю комментарии кто-то писал по-моему адрес где именно они продаются может не в этом перекрестке все потихоньку едем домой вместо шоколадки Катя себе взяла как-то пята греческая сувлак хрен знает как называется в общем приятного аппетита я это не буду я прям чувствую как там много лука я его не очень вытащил не очень люблю я даже когда в этот заезжаю Бургер Кинг я тоже прошу чтобы лук убрали ну так тут здесь придется шесть минут постоять при первой весьма домой давайте вам покажу что купили из вкусняшек золотая симфония я себе йогурт еще один йогурт вот этот рулетик мне он очень нравится сдобная особа с маком так что у нас тут еще вода пару сырков и оптимелька детская в принципе и все сейчас собственно будем все это лопать и смотреть сериал как вам монтировать я просто на Катю сейчас камеру не навожу сейчас вот так вот хоп потому что она переодевается как он называется сериал на Катю